Организуют праздники для детей, зальют катки, усилят меры безопасности. На совещании в городской администрации, которое провела глава города Елена Лапушкина, обсудили подготовку к предстоящим новогодним праздникам. На базе самарских театров, библиотек, домов культуры и школ искусств с 10 декабря по 10 января запланировано более 500 мероприятий, в которых будут участвовать более 50 тысяч человек, в том числе дети мобилизованных, добровольцев и контрактников, принимающих участие в специальной военной операции. Не просто идет подготовка, у нас многие мероприятия уже проведены. Конечно, традиционные встречи детей с Дедом Морозом, это наши спектакли в наших муниципальных учебных заведениях. Конечно, мы готовим наши площади, конечно, мы готовим наши территории. И это праздники не только для детей, мы стараемся порадовать и наши старшие поколения. На площади Куйбышева, где традиционно проходят все главные торжества, установили елочный комплекс. Он будет работать до конца января. А катки и аттракцион «Горка», которые появятся позже, можно будет посетить до 1 марта. Массовые мероприятия на площади Куйбышева и фейерверк в новогоднюю ночь проводиться не будут. И в соответствии с решением антитеррористической комиссии от 6 декабря 2022 года, в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января с 20.00 до 3 часов утра, будут обеспечены следующие меры безопасности. Организация трех КПП – это 26 металлодетекторов, дежурство 162 сотрудников частного охранного предприятия и установка полутора тысяч погонных метров заборов безопасности. Для самарцев, которые планируют под бой курантов гулять на площади Куйбышева, продлят работу общественного транспорта. В новогоднюю ночь работа маршрутов городского транспорта, по аналогии с прошлым годом, будет продлена до 2 часа ночи. В 2 часа ночи мы проведем контрольные рейсы по всем видам транспорта. Соответственно, метрополитен будет работать до 0 часов. Значит, с 1 числа работа транспорта начинается в обычном режиме. В новогодние и рождественские каникулы запланированы и спортивные состязания. Соревнования городского округа Самара по легкой атлетике среди юношей и девушек и традиционные соревнования «Золотая шайба» – всероссийский этап. Со 2 по 8 января на площади Куйбышева будут работать физкультурно-развлекательные площадки. Площадка для игры в городки, площадка для игры в керлинг. Это у нас нововведение в этом году будет. Площадка «Лазертак», «Снежный бой», «Снежковый тир». Также будут организованы две фотозоны, по примеру, прошлого года и уже установлены вагончики для охраны, соответственно, и для хранения инвентаря. На площади Куйбышева в новогодние праздники организуют работу 33 объектов общественного питания и 9 павильонов с сувенирами. Торговые домики будут работать на площади до Масленицы. Для тех, кто еще не успел поставить елку дома, продолжают работу елочные базары. Их в городе 112. Купить новогоднее дерево можно до 31 декабря. Светлана Гудрявцева, Константин Головин. События.